Первая остановка – мемориал воинам-дорожникам на Минском шоссе. Делегаты почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы. В рамках реализации проекта «Историческая память» сторонники партии «Единая Россия» поддержали эстафету памяти, которая прошла по территории Одинцовского и Нарафаминского городских округов. Экскурсия замечательная, очень содержательная и самое главное, что она проведена по знаковым местам жителей города Нарафаминска. Это их любимые места. Не только содержательно отдохнуть, но и вспомнить славное историческое прошлое родной земли. Именно здесь находилась 1-я Московская гвардейская мотострелковая дивизия, которая более двух месяцев удерживала оборону Нарафаминска и закрывала врагу дорогу на Москву. Впечатления самые яркие. Теплый прием поразил нас и внес в наши сердца добрые воспоминания. Нарафаминск. Исторический центр города. Территория бывшего шелкового комбината. Гостей встречает инициатор мероприятия, член правления торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов. Вместе с ветеранами, депутатами и представителями общественных организаций он возложил цветы к мемориалу «Скорбящая мать». Наша компания занимается восстановлением исторического центра города и формирует новые общественные пространства для того, чтобы эта территория вернулась в город и связала в город в единое целое. Кроме того, здесь планируется создание культурного кластера, где на первых этажах исторических зданий, которые восстанавливаются с учетом исторических материалов, будут располагаться мастер-классы, будут мастерские художников. Участники поездки побывали на экскурсии по территории бывшего шелкового комбината. Масштабный проект восстановления исторического центра города с полным правом можно назвать уникальным для Московской области. Мы работаем с голландскими архитекторами, которые имеют уже 20-летний опыт реновации и реконструкции промышленных предприятий. Мы как раз хотели создать высококачественное общественное культурное пространство, поэтому я уверен, что сегодняшняя экскурсия понравилась. Автобусные экскурсионные поездки – неотъемлемая часть проекта «Активное долголетие» в Подмосковье. Впереди лето и познавательных путешествий будет еще немало. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».